Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка. С 31 стиха 13 главы по 2 стих 14 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником, небо и земля придут, словеса же мои они придут. А дни же том или очи сеник тоже весть, ни ангели и же суть на небесе, ни сын, ток, но отец. Блюдите, бдите и молитесь, а не вести Бога, когда время будет. Яко же человек отходя, ставль дом свой, и дав рабом своим власть, и кому ж да дело свое, и вратарю повеле да бдит. Бдите, убо, не вести Бога, когда Господь дому приидет. Вечер или полуночи, или в петлоглашение, или утро. Да не пришед внезапо, обрящет вы спяща. А я же вам, глаголю, всем глаголю бдите. Беже Пасха и опресноце по двою днею, и сках у архиереи и книжницы, как о его лесте и емше убьют, глаголах уже, но не в праздник. Еда, како, молва будет людска. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. «Бодрствуйте». Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. Данный евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, передает нам слова Спасителя о Его Втором Пришествии в мир. Эти слова есть не что иное, как призыв быть всегда готовыми ко встрече со Христом. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Господь, пророчествуя о Своем Втором Пришествии, произносит слова, которые для многих богословов были непонятны или стали соблазном, как, впрочем, и поныне смущают многих. Эти слова находятся в начале сегодняшнего отрывка. «О дне, житом или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Неужели Спаситель, будучи Бога-человеком, не знает времени Своего Второго Пришествия на землю? Святитель Амвросий Медиаланский в Пятой книге о вере, глава шестая, не находя возможности сопоставить это выражение с понятием о божественности Христа, полагал, что это выражение вставлено в текст Евангелия от Марка Арианами, чтобы показать православным, что Христос не Бог. Но такое предположение нельзя принять уже потому, что отцы церкви, боровшиеся с Арианами, несомненно обличили бы их в этом искажении евангельского текста. Другие отцы церкви, такие как святитель Григорий Богослов, Афанасий Великий и Кирилл Александрийский, не прибегая к таким опасным предположениям, старались объяснить это загадочное выражение тем, что Христос приписывал себе незнание по своей человеческой природе. Но с этим толкованием нельзя согласиться, потому что его авторы разделяют единую богочеловеческую природу Христа, тогда как по орусу IV Вселенского Собора мы исповедуем Христа, Сына Господа, Единородного, во двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Попытку объяснить эти слова Христа мы находим и у Бориса Ильича Гладкова, который пишет «Если предположить, что день и час кончины нашего земного мира, а следовательно и начало страшного суда, еще не назначены, и что назначение их зависит от воли Отца Небесного, то тогда станет понятным, что о дне, том или часе никто не знает, ни Ангелы Небесные, ни Сын, но только Отец, от воли которого зависит назначение их. День и час еще не назначены Отцом, а потому не знает их никто, даже Сын». Но и на это мнение стоит возразить, поскольку оно противоречит общехристианскому учению, по которому Бог обладает таким свойством, как Всеведение. В своем труде «Эсцитологическая беседа Христа Спасителя» профессор Московской Духовной Академии Патерей Сергей Савинский, следуя мнению святителя Иоанна Златоуста, блаженных Иеронима, Августина, Феофилакта и других церковных писателей, понимает это незнание сыном дня и часа второго пришествия своего не как слабость неведения, а как воспитательное средство мудрого педагога. По словам указанных выше отцов церкви, сын знает, но не имеет поручения, как посланный отцом Мессия открывать людям время конца мира. «Хотя слова Христа о Его Втором пришествии были сказаны апостолам, Господь обратил их ко всем его последователям. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте!» Как отмечает блаженный Феофилакт, «Итак мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметь и то, что Христос теперь не сказал, «Я не знаю, когда наступит время кончины, но не знаете, ибо ради нашей пользы скрыл это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины? Тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы в еще худшее состояние». Таким образом, дорогие братья и сестры, Христос сегодняшними словами научает каждого из нас быть на страже своей жизни, не ища ответы на вопросы, которые сам Бог положил в своих владениях, и, главное, пребывать в духовном бодрствовании. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...